Ну, я бачу, что он хорош. Больше того, Николай зашел в шоу-залу, не глядяче на то, что там, скажем, публика была достатково зразумелая, и он в промове уже видела Русь. По сути, это декларация. Ну, Игорь там, он достаточно бледный, я посмотрела видеоролики в интернете, уже, ну, выглядит не очень здорово, поэтому немножко переживаю за него, на самом деле, как он держится. Ну, я не сумневаюсь, скажем так, ни у яго настрои, не сумневаюсь у яго воли, не сумневаюсь абсолютно у яго ставлення до этого суда, и он абсолютно однозначно выказал свое меркование, отмывившись, знайомиться с материалами этого так званого следства, да, там 178 тамов написал, он мне одним из листов, прочитавши некальки язык, и он пришел, да, в основе, что справа, ну, властно, хорошо, это и так было видовочно, что справа целиком сфальшованная, и отмывился от наемства с Зейнодалей. На сегодняшний день мне вядома, что и он так само отправил у Умельский областный суд лист с заявой, что он отмывляется отдельно в этом процессе. Все началось с того, что я пришла к СИЗО, ко мне подошел человек в гражданской форме, сказал показать ему телефон, я попросила его представиться, он сказал, покажите телефон, тогда я представлюсь. Я говорю, почему я должна вам показать телефон, вдруг вы снимаете. Я говорю, что вы меня тогда заберете? Он такой, да, заберу. Я говорю, ну, так давайте прямо сейчас забирайте. В итоге, как бы, телефон я ему показала, дабы избежать конфликта, и все-таки только начало суда, и конфликтовать, в принципе, сейчас с ними не имеет смысла. В телефоне у меня ничего не обнаружилось, и человек развернулся и ушел обратно. Традиционно для таких випадков машины ГАИ перекрывали подъезд, спыняли уссих, кто спрабывал завернуть направо на стоянку, колеси. Ну, так параунально, скажем так, зброя не бряцали, тихары в бейсболках и даруются в трусах, ну, тубок, в шортах, в селякой розной, иншей, грамадянской. Как это? Лица в гражданской форме одежды. Вот так я бы это назвала. Почуваются достатково ваялниче, самоуполненно, погрожают там людям, які спрабуют просто наблизиться до следчего изолятора, там зайсти за вот эту загородку, якая обмяжовывая стоянку. На гэтый момент мне вядома затриманне одного нашего сябра, Алексея Киреева, якого завезли в центральный раус, и крыху поздней мы поедем, будем спрабовать его там зайсти и высветлить далейший его, скажем, лёс. Пришли представители Евросоюза, Соединённых Штатов Америки, побыли они, наверное, возле СИЗО несколько часов. У нас попытались взять какие-то комментарии представители гос.СМИ, они были просто отпутболены как нами, так и представителями других стран. У державных СМИ было вельми шмат, и у адрознения от сваяков, от дипломатов, их свободно, незмушенно пустили в залу поседженья, а некта госпожа Гладкая, сумно ведомая, скажем так, персона, по-ранейшему знаходится у зале судового поседженья, так званого закрытого суда, и постить разного рода видеоматериалы со своими комментами, которые, как мне подается, тягнуть на, правда, криминальное обвинувачивание. Мне кажется, Людмила Гладко этими комментариями заработала себе на статью 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь, и в нормальной стране давно было бы уже заведено уголовное дело о разжигании розни, поэтому я не хочу на них вообще, в принципе, реагировать, если человек некультурен, он некультурен везде, как в жизни, так и в интернете, поэтому больше никаких комментариев. Продолжение следует...